И все же интонация недели прощания с осенней листвой. Один из самых красивых листопадов в этом сезоне мы застали в Быховской Грудиновке. Это агрогородок с историей. Его главная достопримечательность – усадьба Толстых и Кравский парк. Екатерина II подарила деревню Дмитрию Толстому, губернатору Могилевской области. В XIX веке Толстые посадили в парке такое множество экзотов, что их плоды занимали первые места на парижских и берлинских выставках. Теперь от давней роскоши осталось не так уж много, но все же в Старом Гравском парке можно подумать о вечном, как и положено осенней порой. С этого балкона открывается хороший вид на парк. Сейчас он осенний и желтенький. Две сотни лет назад Дмитрий Толстой собирался делать в Грудиновке вино. И именно для этого в парке посадили персики и абрикосы. Вино не получилось, но зато из картошки получился неплохой спиртсорез. И вот по данным XIX века до 100 ведер в день получал спиртзавод. Сегодня спиртзавод в Грудиновке не работает, но все местные надеются на его возрождение. В агрогородке живут более 600 человек. Есть школа, амбулатория, библиотека и магазины. Люди работают на земле. Но, возможно, в развитии Грудиновки свою роль еще сыграют достопримечательности. Дворец построен в начале XX века. Теперь в здании хаос. Мраморную лестницу, по которой ходили толстые, дополняют остатки советского колорита. Здесь были школа и трудовой интернат. Графский парк под охраной государства. Хвойные и лиственные в нем смешались, и река полна несет мимо свои спокойные воды. У Грудиновского парка есть свои тайны, которые знает только местный народ. Например, про этот древний дуб. Вообще, в народе его называют дуб любви. Еще в детстве, мне, наверное, лет 10, было 11, мы прибегали сюда и прятали, где есть какое дупло, записочки с желаниями. Ну, знаете, что-то сбылось, что-то нет. Но вообще сейчас сюда приходят влюбленные. Даже вот осенью несколько раз я видела здесь даже свадьбы. Ну, как бы, поверье есть, люди в него верят, в это верю я. Что касается будущего дворца и парка, то всем хотелось бы видеть здесь обновленную туристическую усадьбу. Есть только одно «но» – расположение. В центре деревни рядом с домом для пожилых людей, а инвесторы хотели бы для объекта некоторого уединения. Где-то в годах 90-х, в начале 2000-х сюда приезжал потомок этого рода толстых. На тот момент он был пресс-аташе по вопросам культуры от Франции в Россию, представитель. И он заезжал вот в Быхов, заезжал сюда. Ну, когда ему задали вопрос, не хотите ли вернуть исконные земли, попытаться вот здесь что-то снять, ну, он сказал, что наши вот не настолько богаты. Но старая усадьба крепкая и должна дождаться своего нового хозяина. Грудиновки на это надеются.